Деревья Если вы решили прогуляться в лесу, расспросите местных жителей о местах, где могут водиться змеи. Как правило, змеиные норы расположены около водоемов, там, где есть старые поваленные деревья. Змея может укусить вас в самый неожиданный момент. Если это случилось, покиньте место происшествия. Хорошо, если рядом с вами есть человек, который сможет оказать вам первую помощь. Прежде всего, необходимо присесть и осмотреть место укуса. Яд змеи нужно как можно быстрее удалить из организма, до того, как он начнет действовать. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут и перетягивать руку или ногу. Ножом аккуратно сделайте крестообразный разрез на каждой ранке. Теперь постарайтесь удалить из раны яд. Его можно выдавить вместе с кровью или высосать. Но будьте очень осторожны, не проглотите случайный яд. При наличии ранки во рту или кориозных зубов, отсасывание ртом невозможно. Затем необходимо обработать место укуса антисептиками и наложить тугую стерильную повязку. И как можно быстрее доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Избегайте отдыха лежа на траве, особенно в весенние и первые летние месяцы. При выходе из леса осмотрите одежду, тело и ощупайте голову на наличие клещей. Если клещ впился в кожу, не отрывайте его руками, а прикоснитесь к нему кончиком сигареты или горящей палочкой. Клещ отвалится. Можно капнуть на клеща растительным маслом и оставить его под повязкой минут на 30, после чего удалите в цепь. Ранку промойте мыльной водой и покажитесь врачу.